Всем привет! В эфире почти интеллектуальное шоу балаболов Альбертыч и Стефаныч клевещут. Сверху надо мной Стефаныч, я пока все еще Альбертыч. И сегодня мы решили, знаете, попредставлять, что будет с миром, в общем-то, когда вся эта фигня закончится. А чтобы нам еще было легче представлять, вот у нас на фоне будет видео заполненных городов. Не тех городов, которые сейчас, где никого нет на улице, а тех городов, где есть какая-то жизнь. Альбертыч, Стефаныч, прошу прощения, Стефаныч, Минск еще заполнен? Ты знаешь, у нас последняя страна, это последний бастион здорового образа жизни. Мы не сдаемся в то время, как другие страны охвачены коронавирусной истерией, объявлены различные меры безопасности, а Белоруссия живет полнокровной жизнью. Правда, благодаря средствам массовой информации, западным, восточным, российским в том числе, вот этот коронавирус паники, он заползает в подсознание широких масс народа-доселения. Однако, в общем-то, большинство людей ходят на работу, работает транспорт, работают кафе, идет чемпионат мира Белоруссии, то есть, вернее, безусловно. У нас уже единственная страна, наверное, где идет чемпионат по футболу, поэтому он перерос не просто. Как помните, Остап Ибрагович Бендер организовал международный чемпионат по шахматам в Васюках. У нас не просто Васюкинский чемпионат, у нас межпланетный чемпионат по футболу, потому что больше никто, наверное, на земле нигде этот чемпионат не проходит. У нас, да, в самом деле, очень правильными методами борются с паникой. Сегодня на моем рабочем месте было заседание, собрали работников и сказали, а вот представьте, если ввести удаленку, что бы вы сделали? Вы все рассказали, нам сказали, молодцы, вот вы себе представили, идите теперь и работайте дальше без удаленки. То есть, людям надо представить, дать, да, это психологический момент. Как бы они, они как бы отрабатывают это. Когда представляют в своем сознании, они как бы избавляются от страхов. Ну, я напомню нашим зрителям и слушателям, что мы находимся с двух сторон нашего земного шарика. Стефаныч в Беларуси, я в Калифорнии, и у меня 6 утра 8 апреля, у Стефаныча 4 вечера, да, получается, у тебя? 4 вечера, да, 4 вечера, да, когда время, когда люди, уставшие, возвращаются с работы, смывают со своих трудовых ручищ, коронавирус с помощью мыла, спирта, водки, ну, у кого что есть, у кого что осталось. Поэтому мы охватываем полностью вот этот земной шарик, и по поводу футбола я хотел сказать, что права на трансляцию чемпионата Беларуси приобрели 11 стран уже. То есть, это очень неплохое подспорье для небольшой экономики Беларуси. Пускай там бегают, футболисты чихают, ну, как сказал наш президент, ваш президент, прошу прощения, никак не могу избавиться от этого, ваш президент. Нет, хотите поменять-то Трампика на Александра Рыгоровича, а мы вам Рыгоровича-то не отдадим, фигу вам, понимаешь? Так вот, как он сказал, ты вирус видишь, видишь, чтобы он летал где-то, и я не вижу, значит, вируса нету, в общем. Ну, помнишь, как был фильм ДМБ, там, спрашивал, известный, там солдат был такой, суслика видишь, нет, вот суслика, значит, нет, вот этот воображаемый суд, или вот же вирус, понимаешь, он отсутствует. Поэтому, как только люди будут вирус видеть, вот сразу у нас, собственно, будут объявлены меры специальные. Но вирус настолько мелкий пока, он не вырос до таких размеров, чтобы его видели, поэтому мер мы никаких объявлять не будем пока что. Потому что все равно все страны вокруг закрыты, вот, ничего не поделаешь, никуда не поедешь. В Ниццу нынче не отскочишь, в Монако тоже, в Италию перекусить всем более, поэтому приходится сидеть дома и... Ну вот народ, да, вот в связи с этим, вот одна из интересных мыслей, которую я прочитал, правда, не сам додумался, по поводу того, что народ сидит сейчас постоянно дома, что это приведет к большому проценту разводов. То есть до этого люди женились, ходили на работу, проводили вместе буквально только выходные, а у тех, кого дети, они еще и выходные разделяли, ты одни выходные с детьми проводишь, а с другими, и спокойно все жили. А тут, оказывается, когда живешь целую неделю с одним и тем же человеком, он тебя начинает раздражать. И начинаются большие проблемы, терки. Хотя, с другой стороны, мне очень понятно, как можно жениться на человеке, не понимая, что ты с ним... Что ты с ним не можешь даже неделю или две провести вместе. Ну ты знаешь, эта проблема, вот первый раз я прочитал, что в Китае возникло. Китайцы это люди системы, они работают на систему, они рабы системы. Они очень много работают для того, чтобы обеспечить эту семью. Семья это некое эфемерное образование их сознания. Система это микросистема, семья. Потому что я помню, общался с китайцами, они говорили, что же я буду сделать, что скажет моя семья, если я брошу университет? Что скажет моя семья, если разорится мой бизнес? Они очень вот такие социально зависимые люди. При этом у каждого человека есть личный приоритет. Если ты там работаешь, каждый день вкалываешь, как лобовая лошадь, до 7-8, и ты видишь своего партнера там несколько, 2-3 часа в день, ты на самом деле со временем вообще разучиваешься общаться с партнером. Ты его перестаешь понимать. Многие китайцы жениться, потому что так надо. Вот все женились, я женился. Все бежали, я побежал. А тут вдруг ты обращаешь внимание на ту личность, на того человека, который рядом с тобой. И возникает, безусловно, у многих людей очень нехорошее вообще понимание, что этот человек совершенно не тот. И это для людей, которые являются частью системы крупной, это совершенно нормально. Это переоценка ценностей. Она идет не только у китайцев на уровне семей, но и во всем мире. Она будет, в общем-то, происходить. Я так думаю. Она происходит в понимании, что такое государство. Как оно относится к гражданам. Потому что государство вообще, многим государствам оказалось совершенно до граждан наплевать. Они готовы делать, так сказать, из граждан, там, не знаю, туалетную бумагу, из кожи делать, там, не знаю, светильники и кожаное пальто. А на то останутся ли они живы. Главное, экономика. Для многих стран главная это экономика, экономический интерес. Здоровье людей, их семьи, их здоровье оказываются, к сожалению, на 121 месте. И здесь очень важно, что многие люди переоценят это. Как и отношения личные, кстати. Нет, вообще есть два подхода к этой пандемии в некоторых странах. Первое, это спасать экономику в первую очередь. То есть, пускай люди идут работать, они переболеют. Большинство переболеет, все равно выздоровеет. То есть, какой бы ни был там процент. Пока выглядит так, что 3-5% смертность от коронавируса. Причем это старшее поколение. То есть, грубо говоря, страны бросают в топку пожилых. Второй подход, это обрушить экономику, но спасти как можно больше людей. Более человечный. Второй подход. Что насчет экономического, фиг знает, потому что, извините, при первом подходе все-таки слишком много может умереть, и экономика рухнет в любом случае. И самый яркий пример в этом подходе – это Великобритания, которая именно так и начала действовать. И сейчас премьер-министр Великобритании, например, находится в интенсивной терапии. То есть, даже он заразился, и его там откачивают. И то же самое, кстати, по-моему, принц Чарльз, но, по-моему, он выздоровел. То есть, он заразился точно, это 100%, но, по-моему, он выздоровел. И была такая шутка, вот ходила, что он наконец-то получил свою корону в этом плане. Ну, дело в том, что, да, принц Чарльз, Борис Джонсон, другие политики, кстати, тоже заражались, выздоравливали. Это вообще проблема системная, да? Это проблема системы здравоохранения. Потому что, если первые лица государства так легко заражаются такими опасными болезнями, то можно представить вообще, в принципе, насколько они доступны. Насколько система их безопасности, которая организовать должна максимальную безопасность этих первых лиц, насколько она на самом деле полностью дырят. То есть, это говорит о многом. Ну, и опять же, говорит о слабом здоровье этих персонажей, и принца, собственно, Геннери, и Джонсона, и так далее. Потому что они, смотри, хоккейом они не занимаются, да? Они не бегают кроссы, они не ходят в баню, они не ездят на тракторах. Естественно, такие люди, которые, в общем-то, не соблюдают вот эти правила, которые введены в Беларуси для того, чтобы поддерживать здоровье, естественно, они будут заражаться любыми болезнями. Орви, там, не знаю, Эбола, и, не тут сказано, с видным гриппом, там, и гриппом любых других животных. Кстати, оказывается, что китайцы продолжают употреблять пищу, кстати, других животных, других. Оказалось, там целый список. Да, вот я как-то пошутил, мне хорошо по поводу котов. Оказывается, есть специальных несколько городов, где запрещено было вот недавно, два-три дня назад в Китае употреблять пищу котов и собак. Моя нехорошая шутка оказалась вообще реальностью. Если бы у нас был перевод на китайский язык, на самом деле люди весьма серьезно восприняли, да? Доказывается, китайцы, у них вообще очень широкий спектр употребляемых продуктов. Поэтому еще история не закончена. Да, я еще хотел обратить внимание, вот интересное дело, вот сейчас же многие, кто сидит дома, они вешаются просто, залазят на стенку, вешаются, потому что не могут, им надо в клубы там походить, еще что-то. И в связи с этим... Нет, нет. Ну, понятно, что нет. Я считаю следующее, что это хороший повод задуматься над своей жизнью, над своими хобби, над своими интересами. Нет, ну... Потому что это... Кроме работы есть масса вещей. Вот у меня сейчас просто, если бы мне дали возможность не работать, на конец, у меня висит как минимум 14-15 проектов. Вчера сын, кстати, спросил, папа, а что бы ты сделал вообще, если бы вот сейчас тебе сказали, вот не ходи на работу. Я начал рассказывать, и вдруг через некоторое время думаю, что-то сын молчит, оказывается, он же минут 30 спал. А я еще не закончил рассказывать. То есть, при этом мне люди многие пишут, говорят, Влад, ааа, блин, Стефаныч, там нечего делать, мы нечем заняться, мы что-то там вообще там суицидом там хотим жизнь закончить и так далее. Слушайте, ребята, мир настолько огромен, настолько много интересных дел, помимо работы на эту сраную систему капиталистическую, государственную. Столько возможностей заниматься творчеством, читать прекрасные книги. У меня там непрочитанных книг столько. Я вот мало читал Бальзака. Я хотел дочитать много чего из Стивена. Я не знаю, столько... Это только книг, не считая каких-то творческих проектов. Да жизнь прекрасна. Я вообще считаю, что людям надо дать каникулы на 4-5 месяцев, дать им возможность быть свободными творческими личностями, а не сидеть на этих затлых, вонючих работах, где им платят эти копейки. Вот реальность, к сожалению, такова, что... Реальность такова, что очень многие люди действительно не знают, чем заняться. Вот такое было. Но я хотел донести свою мысль, что человек вообще это социальное животное. И любые трудности... Это твоя мысль, это Маркса мысль. Да, это не моя мысль, естественно, я дальше проведу. Все вот трудности, которые с человечеством происходили, они требовали сплотиться, что-то делать вместе. И, по-моему, вот этот вирус, это у нас сейчас впервые в истории, когда человечеству говорят, наоборот, разъединиться. Чтобы справиться с этим вирусом, вы должны как можно дальше друг от друга быть. То есть, ну, я понимаю, что есть интернет, я понимаю, что мы... То есть, мы сейчас должны найти другие коммуникации по-хорошему. Мы должны найти, как по-другому сплачиваться, не находясь при этом рядом друг с другом. И это интересная задача, потому что это меняет нашу жизнь. Мне кажется, это два пути. Один путь – это физическое разъединение, другой – это сплачивание моральное. Потому что я вижу следующее, что люди держатся на порознь, но при этом люди, у которых возникают психологические проблемы, либо люди, которые могут помочь этим обездоленным, несчастным врачам о всем мире. Посмотрите, какое это вообще состояние медицины. У врачей не хватает, не знаю, халатов, повязок повсеместно, лекарств. Это люди рискующие. И есть люди, которым совершенно бескорыстно помогают. Кто деньгами, кто чем может. Кстати, обратите внимание на вот этих новоришей, этих миллиардеров, которые многие вообще ни копейки не перечислили, вообще ничего не дали. Они готовы просто сдохнуть с этими своими деньгами в обнимку. Они свои убежище себе строят, знаешь, чтобы отдельно где-то… Да, могут и убежище, что хочешь они строить. Какой кошмар в США, когда большинство умерло чернокожих. Это позор этой богатейшей страны. Это ужас, когда люди чернокожие. Это сегрегация, это аппортеид, который существует в США. И в это время Трамп говорит о том, что нужно осваивать полезные ископаемые луны. Мы будем обсуждать эту вообще тему. Это в тот момент, когда граждане этой богатейшей страны подыхают просто. В Чикаго. Которые не имеют вообще медицинской страховки. Которые не могут получить нормального обеспечения медицин. Я еще отмечу, что… Бедная страна, да. Но у нас хотя бы есть какое-то общее равное получение этой помощи. К отдельный разговор уровня, но они получают. Мне пишут американские люди, чернокожие, с лейблов, музыканты, которые издавали нам со мной вместе музыку. В каком состоянии их родственники, родные. Это кошмар. Я не знаю, как вообще Трамп будет вообще после всего этого жить. Как он посмотрит своим избирателям другого цвета кожи в глаза вообще. Я понимаю, что у человека нет совести. Судя по всему, будет новый президент в США, скорее всего. По-моему, ему тоже. Кроме того, объявили вот неделю назад американские власти, что они ожидают около 250 тысяч смертей в ближайшие две недели. Так что в США это, конечно, все. Ну, мне еще повезло. Я тут нахожусь в каком-то месте, где это очень все лайтово. Слава богу, не так много случаев. Хотя, опять же, людей на улицах нету. Мы тут тоже всеми санитайзерами пользуемся и в масках ходим, и в перчатках ходим. Но действительно, это показатель, как каждая из стран относится к своим людям, как работает система здравоохранения. Беларусь, кстати, действительно выглядит на этом фоне получше, и даже на фоне России она выглядит лучше. Например, Россия просто кинула своих около 30 тысяч граждан за границей, не вывозит их оттуда, в принципе. Выбирайтесь, как хотите. Кстати, вот тоже интересная ситуация. Ладно, вы не можете их вывезти. Такое может быть, самолеты не летают, предположим. Но у России же куча вбуханных денег во всякие посольства и консульства по всему миру. Почему вы не можете этих людей доставить в посольство и консульство? Даже пускай нету комнат, пускай они палатку поставят на вашей территории. Это уже, как минимум, страна заботится о своих гражданах. Но она им просто ничего не говорит. То есть просто выбирайтесь, как хотите, делайте, что хотите. Ты знаешь, Альберт Ильич, в России много производится автоматов Калашникова. Я бы раздал всем, кто застрял по автомату Калашникова. Понимаешь, он как японцы могли раздать по самурайскому мячу. Если не отмахался, то сделал харакини. То есть здесь, понимаешь, по крайней мере, люди бы смогли с этими штуками заработать себе на жизнь, вырубить там, не знаю, и еду, и можете много денег и так далее. По крайней мере, мы все боялись. А в Беларуси каждому по трактору Беларусь, я так понимаю. И вперед. А в Беларуси, ты знаешь, в Беларуси нигде почти не застрялись, никуда не ездили. Это вот опять же туристская история. Кстати, недалеко, как позавчера, на Евроньюз показали репортаж, где один из руководителей отрасли испанской, туристской, рассказывал, что буквально они готовят отели, кафе, рестораны к началу нового сезона. Вот эту хохму, честно, я до конца не понял. Потому что, в общем-то, с тем, что происходит в Испании, есть там знакомые, друзья, родственники, друзей и так далее, которые вот же проживают в этой чудной стране, солнечной, дополнили апельсинами, там вообще происходят очень совсем плохие вещи. И им бы надо преодолеть. Я понимаю, что хочется вот абстрагироваться от этого и жить в эфемерном мире того, что через июле начнется сезон, курорт, а всех лыдут там, не знаю, в Барселону, на Ибицу, и будут загорать, там, отрываться. Но вообще, по-моему, эта история начнется через года полтора, да, в лучшем, после того, что произошло. Вот опять же, что будет после коронавируса? Здесь же надо сохранить вообще эту отрасль, потому что, и то же самое касается еще и ресторанного бизнеса, кафе, ресторанов, туристического, потому что они все как бы живут вот от этой, как, от зарплаты до зарплаты, а вот от прибыли до прибыли. И получается, если они в этом сезоне не получают прибыль, то у них может просто не хватить денег подготовиться к следующему сезону. Знаешь, Альберт, еще два вопроса меня всегда волнуло. Ну, первое. Во-первых, эта отрасль полностью туристская изменится. Уже я вижу здесь, даже в Минске, продаются кафе, в том числе культовые кафе. Они выставлены на продажу. Кстати, вот рядом у нас любимое было, играли мы много раз, кафе граффити, продается где-то в районе 100 тысяч долларов. И что можешь мне послать в конверте, завернуть в теплые доски, засыпать арахисом, послать в посылки, я схожу, куплю, приедешь, и у тебя кафе собственное, да, там аппарат, бар, вот. На самом деле, эта сфера, она изменится. Люди будут развлекаться, кушать совершенно и, так сказать, развлекаться в кафе несколько уже по-другому. Должны прийти какие-то новые люди, должны прийти новые некие подходы в этой отрасли. Мне кажется, после вот этого кризиса она, в принципе, во многом изменится. И это, многие разорятся. И разорятся и отели, и кафе, и рестораны, они закроются. Но свято, места пусто не бывает, как говорится в народной поговорке, пословице, появится что-то другое. Что, я пока не знаю, в какой форме тоже. Но я могу сказать, что очень многие кафе и рестораны вот сейчас, например, совершенно логично быстро перешли на доставку еды. То есть они продолжают делать все те же блюда, но то, что если раньше доставка была там только у каких-нибудь фастфудов, например, то есть вот этот drive-thru, как это по-русски, когда подъезжаешь и забираешь, например, то сейчас либо ты не выживешь иначе, потому что тебе и аренду все равно надо платить, и платить работникам надо в любом случае, а выгонять их тоже не очень дело, так хоть кто-то вот они пытаются вот эту доставку сделать. И, кстати, по поводу Трампа, ну вот мне Стефаныч присылал новость о том, что Трампа сейчас волнуют ресурсы на Луне. То есть Сергей Савельев, заместитель главы Роскосмоса по международному сотрудничеству, обвинил президента США Дональда Трампа в попытке экспроприации ресурсов на Луне и других небесных телах, после того, как американский лидер подписал указ в поддержку коммерческого освоения космического пространства. Вот Стефаныч говорит, что Трамп думает только об этом. Так это, вот знаешь, люди, чем они всю жизнь занимались? Вот Трамп, он бизнесмен, он, к сожалению, не медик, он не понимает, как людей спасать. Путин, он чекист, он, к сожалению, тоже не медик. Он, когда там всякие заговоры вокруг России, Россия встает в колен, он тогда на своем месте. А когда вот пандемия происходит, вот, ну, не понимают люди, как в других ситуациях действовать. И получается... Я могу сказать, у меня появилось вообще страшно, давно уже, несколько дней, страшно нехорошая мысль вообще, что из тех вариантов, которые могли были произойти вообще в России, и исходя из того, как изменилось сознание Путина, насколько он забронзовел, он принял достаточно гуманное решение. Для него это было очень... Он мог, в общем-то, спустить все на тормозах, он мог не вводить никаких карантинов, и он мог до конца плескаться, бороться... Подожди, Стефаныч, извини, он не ввел карантин. Вот в этом... Вот это и проблема, что он карантин не ввел. Он... В Москве хотя бы. Я считаю, что это был все-таки достаточно мужественный шаг все-таки. Карантин, карантин это форс-мажорное обстоятельство, и тогда вступают в действие всякие юридические штуки, которые могут помочь бизнесу частному выжить в этом. А это бессрочные каникулы, пока, ну не бессрочные, пока типа на месяц, но это каникулы, это даже не объявление чрезвычайного положения, карантина, ничего. И бизнес вынужден, собственно, типа, раз это каникулы, то он должен платить зарплату, и он не может никак там, никакие кредиты брать под форс-мажор, не откладывать оплату аренды и так далее, и так далее. То есть это, вот опять же, появилась шутка на эту тему. Путин заходит в пивную и говорит, всем пиво за счет заведения. Вот это вот такое решение проблемы, понимаешь? Он за счет, он даже... А в это время в России огромнейший фонд национального благосостояния, там куча денег. Так спрашивается, если не для этой ситуации, то для какой вы тогда их там копили? Да не накоплены. У меня вообще ощущение связ... Вообще складывается, извини, ощущение, что эти деньги давно украдены. Все украдено до нас, как в операции И, про склад. Да, вы должны сделать вид, что вы украли. А на самом деле все украдено до нас. Кстати, пусть наши слушатели нас рассудят вообще. Являлось ли это мужественным шагом, или это на самом в деле признак отсутствия воли. И вообще, как они это видят? Пусть они в комментариях напишут. Да, мне тоже интересно. Было бы интересно. Потому что то ли это у меня такое сложилось, ложное впечатление, безусловное. Это субъективный взгляд, я могу ошибаться. Ну, и считать, что Путин вообще мог эту ситуацию игнорить, по-моему, это... В нынешние времена это надо быть совсем полностью отмороженным. Я не думаю, что... Альбертович, знаешь, вот представь, он мог нырять с ружьем в акваланги, бегать, заниматься спортом. Все это первые все каналы, там, первый, второй, третий, двадцать первый. Они бы раскручивали, рекламировали и говорили, что русский дух, православная религия, она противостоит вирусу. Мы сильнее нашим духом. Мы хотели плевать на эти западные истерические вещи, которые идут по, так сказать, интернету. И все это бы как бы муссировалось, и такой сценарий мог быть тоже. Вполне мог бы. По этому поводу тоже есть шутка такая. У настоятеля монастыря коронавирус. И он вместо того, чтобы пользоваться хорошими проверенными средствами, крестный ход, молитва, целование икон и мощей, сразу побежал в больницу. Ну вот есть у человека мозг вообще? Слава богу. Нет, это я к тому, что русская православная церковь до сих пор отказывается закрывать храмы. И когда... Нет, я знаю, нет, на самом деле они ввели меры, вот то, что касается в Минске, они уменьшили службы, они что-то вводят. Они, на самом деле, тоже люди достаточно... В Беларуси, слава богу, да. Слушай, православная церковь в Беларуси и православная церковь в России, хотя это типа одна церковь, на самом деле, но это две большие разницы. Это две большие разницы. И в том же Питере, где губернатор сказал все равно закрыть храмы, РПЦ в суд подает, типа, проверить конституционность этого действия, понимаешь? Это, ну, то есть это... Ну, с другой стороны, Альбертович, смотри, в храмы людей же никто силой не тащит. Люди туда ходят самостоятельно. Так же, как люди самостоятельно по своему желанию делают многие вещи, которые могут привести к плохим последствиям для здоровья. Согласен со мной? Согласен. Вот, смотри, есть люди, которые там употребляют наркотики, алкоголь, а они это делают по своему желанию, да? И это, кстати, дело официальное. Пришел в магазин, купил, имеется в виду алкоголь и сигареты, да, допустим. Вот. То же самое и здесь. Люди выбирают это их путь, это их желание. Поэтому что-то запрещает. Я согласен, но должна быть официальная позиция. То есть я тоже, ну, да, за свободу. Ну, то есть не в плане ограничивать там, палками загонять в подъезд. Но если правительство официально выступает и говорит, ребята, значит, первое, ближе двух метров к другу не подходить, второе, ограничить посещение людных мест, третье, носите маски, четвертое, носите перчатки и прочее, пятое, десятое, да? То есть это как человеку информация. Вот если он это не выполняет, его проблемы. Но когда при этом еще и официальные лица, опять же, выступают и говорят, но в храмы можно, то есть не ходите в людные места, но вот в храмы можно, человек говорит, ну, думает, ну, наверное, можно, и идет туда. Это вопрос информирования общества. Да, кстати, вот по поводу предсказания, что будет после этого самого коронавируса, высылал я, да, про товарища нашего Киссинджера. Скажу честно, у меня, во-первых, мне показалось уже много лет стыду к своему, что он убил. Да, давайте, давай я сразу как бы вводную тем, кто не в курсе. Генри Альфред Киссинджер, американский государственный деятель, был советником по национальной безопасности в США в 70-х и был государственным секретарем США. Ну, это, грубо говоря, второй человек. И он занимает первое место в рейтинге 100 ведущих интеллектуалов мира по количеству упоминаний в средствах массовой информации. То есть, к его мнению, прогнозам и прочему все прислушиваются. Так вот, он заявил, что, ну, банальную вещь, на самом деле, давай я скажу, что мы обсуждаем. Да, нет, я еще скажу, почему мне. Он привлек внимание, когда-то был воспоминание из детства. Советский фильм, назовался Тасу Половоченко, заявитель. Я очень любил этот фильм. И там один из героев, это представитель США в ООН. И там актер был, копия подобран, подобран как Генри Киссинджер. Да, это вообще настолько какая-то старая история, что мне казалось, что... И мы сколько там, 98 лет, по-моему, да, и он до сих пор дает интервью. Там, 96. 96 лет. И у него, на самом деле, да, как говорится, давайте выпьем за то, чтобы в таком возрасте мы вообще давали хоть какие-то комментарии или просто хотя бы живы были. Но здесь меня вот поразило вообще, что этот герой, там говорили, что Тасу Половоченко заявитель, вот там один из героев похож на госсекретаря. Его называли, с одной стороны, злобным антисоветчиком. Другие говорили, что он работает на смягчение отношений США и Советского Союза. С другой стороны, его говорили, что он ответственен за ковровые бомбардировки во Вьетнаме. Это просто. И вот теперь мы рассматриваем, что он говорит о коронавирусе. Слушайте, это вообще чудесно и прекрасно, что есть люди в таком возрасте, которые еще могут высказаться. Это как просто голос из далекого прошлого просто. А говорит он, что пандемия коронавируса изменит мировой порядок навсегда. В общем-то, реальность такова, что после коронавируса мир никогда не будет прежним. Но, мне кажется, это уже все поняли и уже сейчас надо готовиться к этой новой реальности. Она не будет лучше, она не будет хуже, она будет просто другой. И в этом, в принципе... Вот, кстати, вопрос, какой она будет, мы и пытаемся сейчас со Стефанычем представить по-хорошему, потому что все еще непонятно, ну, точнее, понятно, что как-то улучшат медицинское сопровождение человечества, потому что то, что сейчас вот произошло, это ни в какие ворота не лезет, когда тебе буквально, сука, там, три тысячи случаев и все, и вся система во всех развитых странах рушится просто. Не хватает ни оборудования, ни врачей. Как-то изменят, мне кажется, все-таки и рабочие места. Многие, наверное, перейдут на удаленную все-таки работу на постоянной основе. Альбертович, ты знаешь, вот сейчас у нас, я вижу, что масса людей увольняется. Во всем мире будет уволено миллиарды людей, они потеряют работу. Далее, рухнут рынки, и многие миллиардеры потеряют свои состояния, но всем пофиг, потому что большинство людей к этим деньгам не имело никакого отношения, до себя я это никак не почувствую. Потому что большинство людей к глобальной экономике отношения никакого не имеет там в самом деле. А жалко только миллионы людей, миллиарды, которые потеряют свои рабочие места из-за простоев, из-за всего другого. И это станет, конечно, серьезной проблемой. А более того, зарядится целый отрасль. Ты сейчас говоришь о довольно краткосрочном времени, потому что этот кризис, он не вызван экономическими причинами. Вот этот экономический кризис не вызван экономическими причинами, он вызван медицинскими причинами. И он довольно быстро восстановится. Это не такой... Ну, быстро, конечно, это значит месяц или два, это скорее всего год-полтора. Но это довольно быстро вот для такой ситуации. И пойдет все попри... Я не думаю, что что-то в экономических связях или в движении капитала изменится. Думаешь, что-то изменится, да? Я думаю, хорошо, это вызвано болезнью. А если в следующем, допустим, там, не знаю, в декабре на землю рухнет и стирует, да, какой-нибудь... Вот это другое, да, это... Вот это... И эта система вообще... Не то, что люди перейдут к такому естественному хозяйству, да, и будут жить таким образом, как жили люди там, не знаю, во времена раннего средневековья. Это просто уже изменило экономику и изменило главное сознание людей, то, что уже сейчас происходит. Многие просто в это не верят. Со многими, когда разговариваешь, они вообще отказываются в это верить. Они находятся просто в интернет-пространстве и они стараются не думать, допустим, о перспективах возможной катастрофы, которая может произойти в ближайшее время, и она связана будет с отсутствием продуктов питания. Да, кроме Белоруссии и нескольких стран, которые в этих условиях выживут. В Белоруссии главная сейчас проблема – это подготовка к весенним усердам. В апреле удалось выцедить у жадных, циничных, пропитанных злобным капиталистическим духом монстров капиталистического российского хозяйства, нефть по 4 доллара или там сколько, дешевую, которая пойдет на сделывание белорусских полей, высаживание картошки, капусты. И вот это удастся таким образом возможно преодолеть продовольственный кризис в то время, как другие и не сеяли, а напивались. Слушай, я предлагаю на пассивную отправить все тех же футболистов. Я смотрю, они очень неплохо сейчас в Белоруссии работают. Отправить всех, не футболистов, отправить всех, кроме врачей, которые будут, в общем-то, прямо в поле. Так, слушай, у меня жена только что чихнула, я думаю, что ее надо изолировать теперь куда-нибудь, походу. На 14 дней дадим? Да, на 14 дней. И еще интересная вот про будущее, как раз новость о том, что люди должны заменить свое отношение к животным, потому что именно торговля дикими животными способствует распространению болезней. Но я еще вспомнил одну новость, что в китайском зоопарке панды наконец-то начали спариваться, когда все посетители свалили из зоопарка, больше никто не ходит, не смотрит. Они десятилетиями не могли сделать, чтобы они размножались нормально. И тут все, никого нету, пандыки, ну все, пора. Наконец-то, слава богу. Ну, дали интим, интим, да, не понимаешь. Хоть извини, до старости лет пандам, извините, потрахаться в пожилом возрасте, постоянно люди, постоянно камеры и так далее. Вот, кстати, там была картинка этих несчастных, кто это, панголины или вот эти? Да, панголины. Существа, которых ели китайцы. Вот мне, я на него смотрю, это такое милое животное, кого вообще жрать можно, рот откроется, рука поднимется, есть таких прекрасных, интересных созданий. Кстати, чем больше идея вот этого исследования, которое вот сейчас на экране, в том, что чем больше убивают люди, употребляют в пищу животных, в том числе, которые исчезают, или редких животных, тем больше возможностей для появления новых вирусов. Я согласен. Едой пищи хватает, в принципе, вот для китайцев, для представителей разных стран Дальнего Востока, их достаточно возможностей для питания. Надо прекратить употреблять в пищу этих несчастных, создание вот этих существ, прекрасных животных, редких. При этом существуют, конечно, нелегальные рынки огромные, которые предлагают покупать, есть и так далее. Нет, тут и пишут, что в азиатских странах употребление в пищу экзотического мяса ассоциируется с высоким статусом и богатством человека. То есть, ну это, знаете, это вопрос пиара в некотором смысле, вопрос рекламы, когда было модно, я помню, шубы носить. Хотя сейчас уже любая одежда из искусственного, чего угодно, она и удобнее, и теплее, чем шубы. Но шубы продолжают оставаться, шубы, я имею в виду из настоящего меха, они продолжают оставаться статусным предметом. И поэтому бедных там песцов, шиншилл убивают этих, как его этих морских котиков, детенышей, да, особенно хомячков, конечно, на шубы пускают. Так и здесь употребление экзотического мяса ассоциируется с высоким статусом и богатством человека. Хотя, казалось бы, уже столько продуктов взял. Но я, правда, я не могу, к сожалению, агитировать за вегетарианство, потому что если я не буду есть мясо, я вообще исчезну нафиг, и так дрыщом хожу. Но есть дело-то в чем, что есть другие весьма легальные способы поесть мясо, местность таких опасностей для себя и окружающих. И, может быть, на этом можно, так сказать, и остановиться. Кстати, может быть, сколько у нас на сегодня таких особых больше нет новостей, просят нас меньше тридеть и вовремя останавливаться. Может, мы сейчас так и сделаем. Да, закончим. Хотим почитать в комментариях ваши прогнозы о том, что изменит вот этот коронавирус, то есть, как измениться надо жизнь. Интересно, у нас очень много спорных. Ну, потому что, на самом деле, пока еще, во-первых, даже не видно окончания всего этого дела. Нет ощущения, что идет на спад, к сожалению. Нет ощущения, что даже середину прошли пока что. Да, да. Так что мы боремся все, и вам желаем бороться. Ну, не с нами, а с коронавирусом. С нами только спорить в комментариях, с удовольствием читаем ваши, то, что вы нам пишете. Будем стараться выходить раз в неделю. Видите, прошлый выпуск мы пропустили, потому что у меня не было интернета, хваленого американского. В США не было интернета, не завезли угля, и поэтому не смогли рабочие раскрутить колеса. Внизу. Тут внизу ссылки на наш YouTube-канал, ВКонтакте и Телеграм. Я все обещаюсь, каждый выпуск, и дойти до подкаст-сервисов типа iTunes, Google Подкаст, как-нибудь я доберусь, потому что я понимаю, что подкасты лучше слушать, а не смотреть на YouTube. Ну, это все еще будет. Спасибо, что смотрите. Был с вами Стефаныч и Альбертыч. Всем пока. Пока.